Друзья, приветствуем вас на канале CryptoCommons и в сегодняшнем выпуске Ньюсблог Крипто. Стоимость токена Ailer подскочила на 35% после того, как хакер вернул очередные 100 миллионов долларов ранее украденных им в эфире. Hindenburg Research раскрывает удивительные подробности о компании Блок Джека Дорси. Компания Fujitsu заинтересована в услугах торговли криптовалютой, что стало известно благодаря информации о заявке на регистрацию товарного знака. Тестовые транзакции в крипто. Почему важно проверять свои транзакции в блокчейне? И в завершении выпуска информация по рынку от ведущего канала CryptoZoros Джорджа Танго. Оставайтесь с нами. Хакер, стоящий за крупнейшим эксплойтом DeFi в 2023-м, продолжает демонстрировать противоречивое поведение, поскольку в этот раз он вернул большую часть средств, украденных у Ailer Finance. В двух отдельных транзакциях преступник вернул протоколу эфира на сумму более 100 миллионов долларов. Атака на протокол ранее в марте, в результате чего было украдено активов на сумму более 198 долларов, в таких активах, как USDC, ETH, обернутый биткоин и DAI, стало возможной благодаря уязвимости мгновенного займа. По информации, появившейся позднее, стало известно, что эта очевидность существовала за 8 месяцев до взлома. Команда проекта Ailer Finance предложила злоумышленнику вознаграждение в размере 20 миллионов долларов, которые он отверг, начав выводить активы в миксер Tornado Cash. По данным ончейн-активности сети, в эти выходные. Показывают, что хакер совершил две отдельные транзакции, вернув эфира компании Ailer Finance на сумму более 104 миллионов долларов. Первая транзакция была осуществлена 21 марта, когда хакер отправил обратно 51 тысячу эфира. Во второй транзакции, которая произошла несколькими часами позднее, хакер отправил еще 7737 эфира. После двухлетнего расследования, Hindenburg Research пришли к выводу, что блок, ранее известный как Square, систематически использовала демографические преимущества, в рамках которых она якобы оказывала помощь. В данном отчете The Block обвиняется в содействии мошенничеству против потребителей и правительства, а также в уклонении от регулирования. В отчете суда и сборы блока также называются хищническими по своему характеру и предназначенными для введения инвесторов в заблуждение с завышенными показателями. Компания также заявила, что ее исследования включают многочисленные интервью с бывшими сотрудниками, партнерами и отраслевыми экспертами, обширный обзор нормативных и судебных документов, а также документов, находящихся в публичном доступе. В опубликованном 23 марта отчете Hindenburg заявила, что блок, похоже, не предлагает заметного преимущества перед своими ключевыми конкурирующими платформами, такие как PayPal, Venmo, Zelle или Apple. В отчете также говорится, что компания использовала несоблюдение требований как тактику для расширения своей клиентской базы, захватив очень малообеспеченный сегмент населения преступников. Hindenburg также добавил, что более дюжины бывших сотрудников Cash App признали давление со стороны руководства, что привело к игнорированию положения о борьбе с отмыванием денег IML и, зная своего клиента KYC. Он также утверждает, что блок разрешал мошеннические учетные записи, которые способствовали росту мошенничества в приложении Cash App, принося незаконный доход и завышая пользовательские показатели. В отчете также говорится, что Джек Дорси, ушедший с поста генерального директора Twitter в середине 2021-го, вместе с другими инсайдерами Блок Джеймсом МакКелви, финансовым директором Амриты Ахуджа и менеджером Кэшеп Брайаном Грасодонией, продали акции компании на сумму более 1 миллиарда долларов, цена которых выросла, цитата, «за счет содействия мошенничеству». Обвинения, выдвинутые против блок, также касались увеличения его доходов и роста числа пользователей за счет содействия мошенничеству и ситуации, образовавшейся вокруг пандемии, для борьбы с которой компания переключила свое внимание на использование Кэшеп именно в тот момент. В отчете говорится, что почти 11 миллионов человек активировали функцию прямого депозита, чтобы получить стимулы и выплаты по безработице от правительства США. И пока средства пользователей заполоняли систему Кэшеп, компания Блок взимала огромную комиссию в размере от 0,5 до 1,85% за ускорение платежей, которые в противном случае занимали от 1 до 3 рабочих дней. В ответ на это компания Блок ответила, что отчет фактически является неточным и вводящим в заблуждение. То есть вы и все врете. Компания Fujitsu заинтересована в услугах по торговле криптовалютой, говорится в заявке на товарный знак. Бренд хочет предлагать финансовые услуги, включая прием депозитов, финансирование кредитов, управление финансами и обмен криптоактивами. Японский технологический гигант Fujitsu подала заявку на регистрацию товарного знака в ведомство США по патентам и товарным знаком, продемонстрировав свое намерение предлагать брокерские услуги для торговли криптовалютой, помимо других криптовалютных и некриптовалютных финансовых инструментов. Растущий интерес Fujitsu к Web3 стал очевиден, когда в феврале компания запустила платформу ускорения Web3 для стартапов и компаний-партнеров. Платформа предназначена для поддержки создания разнообразной экосистемы приложений Web3 для различных вариантов использования, таких как управление правами на цифровой контент, бизнес-транзакции, контракты и процессы. В начале 2023 года финансовые регуляторы Японии призвали мировые регуляторы ввести более строгие банковские правила для криптосектора. Заместитель генерального директора Бюро разработки и управления стратегией Агентства финансовых услуг Японии Мамару Анаса признал, что проблема не в криптовалюте. «То, что вызвало последний скандал, это не сама криптотехнология», сказал он, добавив, что вина лежит на «слабом управлении, слабом внутреннем контроле и отсутствии регулирования и надзора». Для чего нужны тестовые транзакции в блокчейн и почему это важно для вас? Если от перемещения больших сумм криптовалюты у вас потеют ладони, то тестовые транзакции могут вам помочь. Отправка небольшого количества монет в виде теста может помочь вам избежать мошенничества в виде отравления адреса, а также помочь сохранить в безопасности ваши цифровые активы. Тестовые транзакции являются отличным способом, чтобы выяснить, как работают определенные смарт-контракты. Они также эффективно помогают обнаружить сэндвич ботов и защитить вас от других злоумышленников. Мысль потерять все из-за неправильного ввода сложного адреса кошелька или сети, безусловно, пугает. К счастью, отправка небольшой тестовой транзакции через систему блокчейн снимает эти опасения. Даже Виталик Бутерин, основатель блокчейна Эфира, часто использует тестовые транзакции перед тем, как отправить крупную сумму. Тестовые транзакции также помогают убедиться, что все работает, как и должно. При этом большинство мошенничеств можно обнаружить и избежать с помощью таких тестовых транзакций. Например, отравление адреса. Этот метод, при котором мошенники отправляют транзакцию на 0 долларов на ваш кошелек, используя адрес с теми же первыми и последними символами, что и ваш. С камерой надеются, что вы не будете перепроверять мелкие детали, такие как полный адрес вашего кошелька перед отправкой средств, и что вы случайно скопируете его и вставите их адрес вместо вашего. Далее, Сэндвич Атака, и хоть технически она не является мошенничеством, ее используют в расчете на небрежность пользователя. Ее также можно избежать с помощью тестовой транзакции. Если кратко, то Сэндвич Атака используется майнерами Эфира при создании новых блоков. Изменяя порядок транзакций в новом блоке, боты могут опережать сделку токенов на децентрализованных биржах и приводить к немедленному пампу или дампу. Медовые горшочки. Некоторые контракты токенов на основе блокчейна разработаны исключительно со злыми намерениями. Эта типичная афера в децентрализованных финансах горшочек с медом является токеном, который нельзя продать. И как мышь в банке с медом, вы можете войти, но не можете выйти. И, конечно же, обычная потеря средств. Аналогично тому, как ваша любимая криптобиржа говорит вам каждый раз, когда вы делаете перевод, что ваши средства могут быть потеряны навсегда, если вы введете неправильный адрес. Но не путайте тестовые транзакции с тестовой сетью. В то время как тестовые транзакции используются для проверки определенных функций в блокчейне, они не совпадают с тестовой сетью. В общем, всегда будьте крайне внимательны при переводе средств в блокчейне. Небольшое, но интересное рассуждение Джорджа Танго относительно основных показателей сети биткоин. Давайте послушаем. Основные показатели биткоина продолжают расти. Посмотрите на хешрейт. Хешрейт и сложность биткоина в настоящий момент находятся на историческом максимуме. На историческом максимуме. И единственная причина, возможно, вы задаетесь вопросом, а что произошло в июле 2021, когда хешрейт упал? Единственная причина в том, что Китай решил в то время выгнать всех биткоин-майнеров со своей территории. Это стало единственной причиной. И на самом деле, это было здорово на тот момент. Я тогда говорил, что это хорошее событие, которое помогает биткоину стать более децентрализованным. И только посмотрите на это. Да, у нас было падение хешрейта биткоина, но затем бум, у нас исторический максимум. Так что сеть биткоина никогда ранее не была столь децентрализованной и такой сильной и безопасной, как в настоящее время. И, как я уже говорил, биткоин является единственной криптовалютой, у которой цена следует за хешрейтом. Она является единственной, другой такой нет, которая ведет себя у всей остальной крипты. Хешрейт следует за ценой. Но не биткоин, который продолжает быть все сильнее и сильнее. И сеть Lightning продолжает расти и становится сильнее и сильнее, что также является фантастическим событием. Несмотря на то, что она по-прежнему маленькая, но она продолжает расти огромными темпами. Каждый, каждый год. Это очень круто, очень круто. И на сегодня у нас все. Надеемся, что такой более короткий новостной выпуск вам будет легче и удобнее смотреть. На этом мы с вами прощаемся и до встречи в следующем выпуске. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова